Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Марина Коваленко, и я модератор сегодняшнего мероприятия. Сегодня мы с вами проводим вебинар по биологии на тему методические особенности и приемы решений задач по генетике. Вебинар наш проводит Кириленко Анастасия Анатольевна, учитель биологии высшей квалификационной категории гимназии номер 3 города Окса и Ростовской области, победитель конкурса «Лучшие учителя России в 2008 и 2015 годах», автор учебно-методических пособий издательства «Легион». Подробным графиком вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте www.legionr.ru. Там, если вы перейдете в Россию вебинары, вы увидите, что там у нас еще запланированы три темы по биологии. Даты еще пока не определены, но буквально сегодня мы с Васей Анатольевной решим, когда проведем для вас вебинары, и вы уже сможете планировать свое участие. Также Вы можете воспользоваться функцией «Выпланировать участие» прямо сейчас. Вам необходимо всего лишь указать адрес Вашей электронной почты, и накануне вебинара, точнее за один день до вебинара, Вам придет напоминание о том, что вебинар скоро состоится, и также ссылка для входа в вебинар. Сертификаты отправляются всем участникам вебинара после проведения семинара в течение суток. Как только у нас заканчивается вечерний вебинар, но обычно бывает 18.00 по московскому времени, мы запускаем отправку сертификатов, и буквально в течение какого-то времени, несколько часов они отправляются. Так что не переживайте, все сертификаты Вы обязательно получите, именные, красивые, на адрес Вашей электронной почте, которую Вы указали при регистрации в вебинаре. Если проходит достаточное количество времени, Вы понимаете, что сертификата у Вас нет, то, пожалуйста, обратите внимание на папку SPAM, бывает такое, что наши сертификаты попадают именно туда. Если их и там нет, то пишите нам на почту вебинар.собака.legion.ru.ru, мы найдем Вас среди участников, и если Вы действительно были участниками, мы Вам отправим сертификат повторно. Все наши материалы к вебинарам, и презентации, и записи вебинаров мы размещаем на нашем сайте. Сегодня вечером в видеозаписи этого вебинара презентация будет располагаться в архиве вебинаров на страничке в категории вебинаров по биологии. Наш вебинар сегодня пройдет с 15.00 до 16.30 по московскому времени. Я буду все время с вами в части под именем модератор. Если возникает какой-то вопрос, то, пожалуйста, задавайте их в чате. Я обязательно передам Ваш вопрос Анастасии Анатольевне, и если ясно, что Вы поможете, то, конечно же, я это сделаю. Ну, что ж, я вижу, вопросов нет, поэтому я Вам желаю приятной работы и передаю слово нашему лектору. Зовите, пожалуйста, слышно меня или нет. Все в порядке, да? Слышно. Ну, еще раз здравствуйте. Поздравляю Вас всех с наступившими новогодними праздниками. Еще в среде какие-то присоединяются. Нет? Очень тихо. Так. Так. Так лучше слышно? Звук лучше? Ну, я еще раз всех поздравляю с новогодними праздниками наступившими и предстоящими. Желаю Вам всем здоровья, хорошего настроения, уюта и мира в Вашем доме, благодарных учеников, добрых и понятливых коллег, ну, какого-то обновления. Начнем мы тогда с Вами работать. Так, сегодня мы с Вами разбираем методические особенности приема решения задач, потому что в работе ЕГЭ есть два задания. Это линия заданий номер 6 и линия заданий номер 28. Вот мы сегодня поговорим об особенностях оформления ответов и особенностях решения задач по генетике. У нас перед вебинаром поступил вопрос на то, чтобы рассмотреть решение задач на взаимодействие неолейных генов, и была предложена комплементарность и эпискар. Но если бы этот вопрос хотя бы за час поступил до начала вебинара, то я думаю, что я смогла бы подготовиться. К сожалению, вот сегодня рассмотреть без какой-то иллюстрации, без конкретной задачи мы не сможем, но на ближайшем вебинаре обязательно начнем именно с этого, вне зависимости от того, какая у нас там стоит тема. Мы можем так сделать, да? Ну, хорошо, тогда начнем нашу работу и начнем с тех заданий, которые являются самыми сложными. Это линия заданий номер 28, то есть это последнее задание в работе ЕГЭ. Это задание второй части, которое представляет собой решение задач по генетике. Ну, прежде чем переходить к рассмотрению конкретных примеров, я бы хотела приветствовать наших выпускников, если такие есть сейчас у экрана, либо учителей, и хотела бы обратить внимание на то, что генетика имеет свою терминологию, какие-то свои особенности, поэтому целесообразно владеть вот следующими понятиями, которые сейчас у вас появляются на экране, какие-то условные обозначения для того, чтобы мы с вами разговаривали, что называется, в одной модели. Итак, вот такими понятиями выпускник должен оперировать, понимать, о чем идет речь, потому что, как правило, используются эти понятия в условии задачи. И если выпускник не может расшифровать, то, естественно, успех решения будет нулевой. А второй момент, на который следует обращать внимание, это план решения задачи. Здесь очень важно выполнить несколько обязательных условий, то есть несколько таких шагов, которые должен сделать выпускник. Ну, во-первых, прочитав условия задачи текстовой, необходимо это условие записать. Причем это условие записывается в виде символов и записывается то, что дается в задаче, даются какие-то условные обозначения. Если они имеются в условии, то мы используем эти быстрые обозначения. Если таких букв условия задачи не предусматривает, то выпускник имеет право использовать любую другую генетическую символику, которая допустима в данном случае. Итак, в условии задачи нужно перевести текст задачи на язык символов и язык условных обозначений. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты слышишь, что вообще? Что это делаем? Это ваша... Маленький перерыв, буквально на минутку. Четвертый перерыв. Продолжение следует... 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 И в решетке, кроме полученных генотипов потомков, подписываются еще и фенотипы потомков. Обязательно нужно учитывать, и еще раз вернуться к условию задачи, что необходимо указать. Если необходимо указывать соотношение фенотипов или генотипов, то это тоже нужно посмотреть в решетке. Возможно, нужно какие-то генотипы и фенотипы выделить для себя отдельно, чтобы потом сосчитать количественное соотношение. Следующий этап, обязательный этап, и это оценивается экспертами, это объяснение решения задачи, то есть это комментарии, которые необходимо вписать в ответе, либо в ходе решения задачи. Если это задача на построение рогословной и анализ рогословных представлений, то, как правило, выпускник должен определить не только доминантный или рецессивный признак, и как он наследуется, по какому принципу, сцеплено, не сцеплено. Он должен обязательно обосновать, на основе каких признаков он определил, допустим, что это доминантный, либо это рецессивный, сцеплено, сцеплено, или нет. Есть вопросы, да, сейчас. И в конце обязательно должен быть ответ, то есть выпускник должен проверить, на все ли вопросы он ответил. В задаче по генетике, в задаче, задание номер 28, как правило, три элемента ответа должны быть. Это может быть одна схема решения задачи, это комментарии, обоснования, например, использование каких законов происходило. Это подсчет количественного соотношения генотипов к генотипам. Могут быть задачи, которые предусматривают написание составления двух схем решений и одного комментария. То есть должно быть обязательно три элемента ответа. За каждый полно представленный элемент эксперт выставляет один балл. У нас появился вопрос, да, если, так, Дмитрий Алексеевич, как считаете, стоит ли учить девятиклассникам решать генетические задачи, изучить с ними основные закономерности? А, я поняла. Итак, Дмитрий Алексеевич интересуется, стоит ли учить девятиклассникам решать задачи по генетике. Но дать им представление, может быть, какие-то такие очень простые, моногибридные, сквещенные, интересные задачи. Возможно, у вас есть подборка таких цифровых информационных образовательных ресурсов, где есть задачи в виде фильмов, интерактивных. Показать, что существует такая форма работы для тех, кто заинтересован, кто готовится к экзаменам в последующем, планирует. Возможно, изучать биологию на профильном уровне, возможно, готовиться к участию в каких-то олимпиадах по биологии в будущем. Это не только все российские олимпиады школьников, это могут быть олимпиады различных других сайтов, познания и творчества и так далее. Их очень много сейчас. Ну, чтобы заинтересовать, замотивировать, то возможно показать, что существуют задачи и как их следует решать. Но больше, конечно, внимания в девятом классе надо уделять, наверное, другим вопросам. Потому что если вам идет речь о подготовке ОГЭ, то в ОГЭ решение задач по генетике не предусматривается. Там есть вопросы только эволюции, экологии. Вот, поэтому если вы реализуете программу обучения биологии по концентрической системе, то в девятом классе как раз-таки у вас введение в общую биологию и экологию. А если вы реализуете программу по линейной системе, то девятый класс – это как раз-таки изучение курса человека и его здоровья. Поэтому в девятом классе этому уделять много времени не стоит, на мой взгляд. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. А мы движемся дальше. Здесь на слайде сейчас представлю такой вот упрощенный, обобщенный алгоритм, который, в принципе, наверное, больше даже не для учителя сыграет роль, а для и понадобится для выпускников. Так, конечно же, внимательно читаем условия, затем его записываем в виде определенных символов, еще раз перечитываем, вносим какие-то поправки, коррективы, уточняем генотипы родительских форм потомки, с учетом условий, зная генотипы родителей, мы можем определить алдометы, которые они будут образовывать, затем заполняем решетку пинета и даем ответы на все вопросы, задачи. Ну вот такая карточка инструктивная, алгоритм, который поможет при решении задачи. Сейчас речь пойдет о том, о той информации, которую вы можете найти в тетради, которая у нас выходит в издательство, эта тетрадь, тренировочная тетрадь, где представлены основные правила, которые помогают в решении задач. Это, ну, такие своеобразные шпаргалки. Эти правила у нас представлены в виде вот таких таблиц, где в одной половине написано, вот если в условии представлены какие-то варианты скрещивания, фенотипов и так далее, вот то, о чем говорится в условиях задач, то вторая половинка этой таблицы как раз-таки дает подсказку на то, каким пользоваться законом, либо какими пользоваться закономерностями. Это не тетрадка. Это не тетрадка. Ну, у меня будет на слайде, я ее покажу. Вот она, она просто сейчас подготовлена к переизданию. И поэтому тетрадка, может быть, она будет немножечко другим иметь обложку, но сейчас вы будете ее показывать, да? В чате, да, будет как раз-таки ссылка на эту тетрадь. Итак, я сейчас хочу представить таких правил в 10, они из тетради, но я их немножко проиллюстрирую. Итак, если в задаче происходит скрещивание одинаковых по фенотипу особей и расщепление наблюдается в соотношении 3 к 1, то мы знаем, что эти особи гетератипотные, это моногибридное скрещивание, и это полное доминизм. Ну, вот вам иллюстрация к этому первому правилу. Ну, к сожалению, в тетради таких иллюстраций нет, но вы можете воспользоваться после нашего вебинара этой презентации. Если же при скрещивании одинаковых по фенотипу особей наблюдается расщепление в соотношении 1 к 2 к 1, то это тоже моногибридное скрещивание, но доминирование уже не полное, поэтому по фенотипу и генотипу расщепление будет одинаковым. Третье правило властит, что при скрещивании особей, которые отличаются друг от друга по фенотипу и в потомстве получается расщепление этих гибридных соотношений 1 к 1, то, скорее всего, это моногибридное скрещивание, причем оно не делающее. Ну, вот иллюстрация к этому правилу. Правило номер 4 соответствует тем закономерностям, которые наблюдаются в третьем законе Менбеля. При гибридном скрещивании на втором поколении получается расщепление в соотношении 9 к 3 к 1 к 1 по фенотипу. Но для этого мы можем с вами сейчас очень быстро, как кратко повторить третий закон Менбеля, когда он брал растения, отличающиеся по фенотипу двумя парами признаков по окраске и по форме семян, гладкие, морщинистые, желтые и зеленые. И в результате во втором поколении получал расщепление 9 к 3, к 3 и к 1. Итак, были для первого скрещивания взяты растения двумя парами альтернативных признаков. И в первом поколении получились все фенотипически одинаковые. Это соблюдение закона доминирования. А вот во втором поколении были взяты в качестве родительских форм потомки из F1, произведено было самоопыление и в результате получил Менбель вот такие результаты. В результате этого скрещивания. Правило номер 5 тоже касается дегибридного скрещивания анализирующего, когда по условию получается расщепление в соотношении 1 к 1 к 1. Вот иллюстрация к этому правилу. Правило номер 6. Это правило, которое посвящено закону, основанное на знании закона Томаса Моргана, закона сцепленного наследования. И опять-таки можно повторить этот материал. Те опыты, которые проводил Томас Морган, он скрещивал дрозофил, имеющих самка была с серым телом нормальными пилями, а самец имел темное тело и тачаточные пилями. И в первом поколении он получил 100% всех мух с серым телом нормальными пилями. Вопрос небольшой. Фенотип указывает нам генотипы или подним? Итак, был вопрос, в каком порядке указываются фенотипы и генотипы. Вы знаете, исходить, если из условия задачи, то, наверное, логично для родительских форм сначала написать фенотипы, а под ними генотипы, а затем гаметы. А вот когда мы получаем уже потомство, то, наверное, целесообразно сначала написать генотип, а под ним фенотип. Ну, то есть, как бы это логично. Значит, опыт Моргана, который он проводил в дальнейшем, по анализирующим сплечиванию, то он брал самку из первого поколения серым телом нормальными пилями и сплечивал с самцом, которого были зачаточные пилями и темные тела. Если происходит нарушение сцепленного наследования в результате крестингового, то есть сначала идет кондикация, а затем, то есть, убог, то могут появляться особи с перекомбинированными признаками. И соотношение с признаками, которые соответствуют родительским формам и перекомбинированными, не будет одинаковым. А происходит это в результате крестингового. Я смогу-то сейчас включить вот эту демонстрацию. Итак, что из себя представляет крестинговый? Сначала идет кондикация, то есть это сближение и скручивание гомологичных хромосом. Затем хромосомы расходятся, но в результате этого скручивания и сближения они могут обменяться участками. Причем обмен участками может быть как по всей длине, так и может происходить только в каких-то определенных местах. Это все приводит к тому, что появляются просто новые комбинации признаков. Вот этим объясняется то, что закон Томаса Мордана не абсолютный. И он может нарушаться, и в результате будет проведаться не только некроссоверный, но и кроссоверный организм. То, что и было получено в результате его анализирующего скрещивания, хотя предполагалось, что с перекомбинированными и признаками, которые соответствуют родительским хромом, будет приблизительно одинаковое соотношение. То есть по 25%. На самом деле он получил вот такие результаты. Признаками родительских хромов было большинство потомков, по 41,5%, и только по 8,5% это были те особи, у которых произошла перекомбинация признаков. То есть гены, которые находятся в одной хромосоме гомологичной, они наследуются преимущественно вместе, но кроссоверный организм может нарушать это сцепление, и сцепление может быть неполным. Правило 8 уже касается наследования признаков, которые сцеплены с половыми хромосомами. И вот если признаки передаются от матери, сына, яма, отца, от отца к дочерям, то такое наследование называется крис-кросс наследованием, и это наследование сцепленное с хромосомами. Вот сейчас я проиллюзирую, почему так происходит, потому что женские организмы имеют две хромосомы половые, они передаются сыновьям, а хромосома отца, вторая хромосома всегда передается дочерям. Тогда появляются вот такие генотипы поток. Но иногда признаки наследуются у человека сцеплены с Y-хромосомой, так называемые галландрические признаки, или те, которые наследуются только по линиям. Это связано с тем, что мужчина передает свой Y-хромосомы своим сыновьям. Поэтому наследование будет идти только по мужской линии. Правило у нас десятое, посвящено формулам полигибридного скрещивания, которые целесообразно запомнить, для того, чтобы не ошибиться при решении задач, чтобы правильно написать количество гаминет, правильно рассчитать количество генотипических, генотипических, чтобы себя просто проверить при решении задач. Сколько может быть возможных комбинаций потомка. Формулы эти очень просты, иногда они повторяются, и вот здесь N обозначает число пар анализированных признаков. Вы можете очень легко возводить там первую, во вторую степень, в первую степень при моногибридном скрещивании, и во вторую степень при дегибридном скрещивании. Ну это скорее всего для того, чтобы проверить правильность и полноту решения задач. Конечно же, всех всегда беспокоит вопрос о том, как можно получить максимальный балл за выполнение задания номер 28 или задания линии номер 28. Ну конечно, я повторю, что необходимо уверенно оформить решение задачи. Обязательно составить схему скрещивания. Если задача предполагает две схемы скрещивания, то у них должны быть обязательны две. Причем в схемах скрещивания нужно обитательно указывать фенотипы, генотипы родителей, указывать все возможные гаметы. Правильное должно быть написание. То есть, ну это как бы в алфавитном порядке. Если обозначили признаки буквами А, Б, то соответственно сначала выписываются все буквы А, а то и буквы Б. Принято писать на первом месте заглавную букву, которая обозначает доминантный признак, а затем уже признак рецессивный, который пишется строчной буквы. Принято записывать при комбинированном наследовании на первом месте те буквы, которые обозначают гены расположены в алфасоне, а затем только половые хромосомы заберут. Обязательно нужно ответить на все вопросы поставленных задач. Нужно прокомментировать, нужно обосновать решение задачи. И если это необходимо, в условии требуется указать, какими законами вы пользовались, либо какие использовались типы скрещивания в данном условии, по какому принципу пойдет на следование признаков, то вы обязательно это указываете. Я желаю всем получить максимальное было при решении задачи по генетике на ЭДГАД. Сейчас мы с вами вот еще что обсудим, это на что же ставит эксперт баллы. 28-е задание проверяют эксперты, ну это самые лучшие учителя, преподаватели высших учебных заведений, которые проверяют оформление и решение задачи в соответствии с критериями. И вот три балла, то есть максимальный балл ставится за абсолютно верный и полный приз. Два балла ставится за верное решение задачи в целом. Ну например, вы не прокомментировали что-то, может быть неполное дали обоснования или вообще не. Возможно вы не указали каким законом вы пользуетесь. Может быть вы допустили в этом какую-то ошибку. И один балл ставится за любой полный и верный элемент ответа. Например, если вы указали первый элемент, составили предположим схемы и определили генотипы, фенотипы родителей потуха, то схема скрещивания и отсутствует ответа. вы правильно расписали количественное соотношение фенотипов, то один балл эксперт поставит за решение задачи в целом. Но если же нет генотипов родителей, либо нет генет, или они указаны неверно, то за решение такой задачи естественно эксперт выставит ноль балл. Но если генотип родителей определен верно, заметы указаны неверно, нольейшая проверка, задачи не имеют никакого смысла. Это особенно важно при решении задачи на сцепленное наследование независимо. При сцепленном наследовании, если это указано, что полное сцепленное и для диги, торзи, годы, предположим, выпускник, указывает четыре сорта комиссии, естественно, что задача решена неверно, нет понимания никакие действия в данном случае в экономике. В нашей тетради, о которой я уже говорила, присутствуют различные примеры решения различных типов задач, условно их можно вот так классифицировать. Эта задача дегибридная скрещена, причем рассматриваются варианты полного доминирования, неполного доминирования. Задачи, которые предусматривают определение группы наследования группы вирусфаха. Задачи на сцепленное наследование, то есть на закон полностного органа. Это задачи, которые предусматривают и полное, и неполное сцепленное. Задачи на решение задач на наследование сцепленного сома. На анализ родословных, комбинированные задачи, то есть одна пара примуков наследуется через аутосону, а вторая пара примуков, например, сцеплена с полом. Ну и в качестве такого мотиватора, может быть задачи, которые могли бы заинтересовать, это задачи с рисунком. Они тоже иногда встречаются в работе ЕГЭ, когда нужно проанализировать рисунок и составить к нему схемы решений. Так, ну вот теперь давайте мы с вами рассмотрим несколько типичных примеров. И как раз таки сейчас я обращу ваше внимание на то, как должно оформляться решение задачи для того, чтобы выпускник мог получить максимально высокий балл за решение задачи. Эти примеры взяты из нашей тетради, но еще я вам хочу сказать, что посмотрев те варианты, которые предлагают нам разработчики, а именно это особенно представлены те работы ЕГЭ-30 вариантов от редакции Рухлова, я там обнаружила задачи, скажем так, нетипичные, те, которые раньше не использовались. Вот мы на них тоже сегодня обратим внимание. Итак, первый пример – это задача на дегибридное скрещивание полного доминирования. Итак, что мы делаем на первом этапе? Мы читаем задачи, и потом мы должны перевести это условие задачи в генетическую символику, то есть перевести информацию из одной знаковой системы в другую. У человека ген длинных ресниц стоминируется от генов коротких, а широкие пушистые брови – но нормальные. Женщина с длинными ресницами и широкими пушистыми бровями, у отца, которые были короткие ресницы и нормальные брови, выходит замуж за мужчину с доминофовыми признаками, в том числе годного по двум аллеям. Необходимо составить схему решения задачи, определить генотипы родителей, фенотипы генотипа возможного потомства и объяснить полочный результат. Вот я здесь подчеркну, что необходимый комментарий для того, чтобы объяснить полочный результат. В данном условии, обращаю ваше внимание, не даются никакие буквенные обозначения признаков. Но зато здесь есть все те термины, те понятия, с которых мы начинали наш сегодняшний разговор. То есть выпускник должен понимать, что такое доминофы, рецессивный, гомоги, персекутный. Итак, мы переводим наше условие, теперь записываем его в буквенной, в виде букв, в виде генетической символики. Длинные ресницы, сказанное, доминантный признак, обозначая буквы А, широкие, пушистые, бровые, буквы В. Дальше нам говорится о том, что женщина с длинными ресницами, широкими, пушистыми бровями. Это ходит замуж, что у нее доминофы, признаки. Поэтому сразу в генотипе я могу смело писать из каждой пары, хотя бы по одной букве, так как признаки доминофы. Выходит замуж за мужчину, у которого будет вот такой генотип. Тоже признаки доминофы, там было сказано, он доминофы и гипломезиготин. Вот по этой подсказке можно сразу написать его генотип. Нам необходимо узнать по фенотипу и генотипу, какое мы получим потомство в этой семье. А в следующий этап, после того, как мы записали условия задачи, мы составляем схему скрещения. Вот она в идеале должна выглядеть вот так, очень четко, все должно быть расписано. На первом месте принято писать женский организм, вторую мужскую. И цель сообразования здесь вначале указывать фенотипы, а под ними генотипы. Не обязательно, конечно, писать вот так полы, длинные ресницы, широкие, пушистые брюки. Это можно писать сокращенно, чтобы это было читаемо, чтобы эксперт не мог понять, о чем идет речь. По генотипам указывается, а писатель оказывается до них. После того, как записано вот это условие задачи, на что мы обращаем внимание, вот то, что я сказала, фенотипы, генотипы и генотипы, теперь мы переходим к заполнению решетки пенита. Если выпускнику удобно ее заполнить, пожалуйста, если может он написать безошибочно, без решетки пенита, пусть пишет таким образом. Самое главное, чтобы были указаны, прошу прощения, чтобы были указаны генотипы и фенотипы потомок. Если задача предусматривала еще и указать количественное соотношение, то это может быть указано уже в ответ. Теперь нас просили объяснить полученный результат. Вот так может выглядеть объяснение, может быть это даже более ровно, можно как-то сокращать. Либо некоторые моменты, они будут понятны эксперту, что выпускник проанализировал условия и правильно записал генотипы родительских фон и гарметы родительских фон. Вот так ошибок не будет. Ну вот здесь мы указываем, что это гены, которые расположены в разных хроносомах, поэтому пользуемся закономерным, установленным менделем. Мы указываем, что дико мазиковый мужчина по условию задачи был, поэтому мы такой генотип ему и написали. Дальше, конечно, идеально, если выпускник еще записывает и после решения ответ. Таким образом он, в общем-то, и себя контролирует, правильно ли он решил задачу, на все ли он вопросы ответил, которые были в условии задачи. Ну вот это идеальный вариант оформления для того, чтобы получить максимальное количество баллов. Задача, как видите, левым объемом требует большего времени для оформления. Поэтому нужно, конечно, учитывать это выпускникам, хотя экзамен с прошлого года по времени увеличенная в длительность на полчаса. Следующий пример, который мы рассмотрим, это дегибридное склещивание уже не полное обменение. В этом условии задачи, как видите, дается не только феносипическое описание каких-то признаков, но и уже предлагается буквенное обозначение. Поэтому в данном случае мы будем использовать те буквы, которые даны в условии задачи. Итак, у человека ген курчаевых волос неполно доминируют для генов премных волос. И я обращаю ваше внимание, что при неполном доминировании, ну вот буква имеет такую шапочку. Да, сверху обозначается, чтобы не забыть о том, что доминантный признак будет неполностью доминировать в гидрозикудном состоянии. А оттопыренные уши являются лицесимыми признаками. В одном условии написано, что эти пары признаков находятся в разных хромосомах. Это подсказка для знающего и выпускника, что здесь будут действовать запоминания. В семье, где родители имели нормальные уши, один курчавый волос, другой прямой, возникся ребенок с оттопыренными ушами и волистыми волосами. Второй ребенок имел нормальные уши, прогнулся, ничего не сказал. Необходимо составить схему решения. Задача определить генотипы водителя, также генотипы родившихся детей. И вот здесь, посмотрите, нужно рассчитать вероятность дальнейшего появления детей с оттопыренными ушами волностного волоса. Итак, мы теперь условия запишем в виде генетической символики. Эти буквенные обозначения частично нам дали условия, поэтому мы их не используем. А дальше, зная определенные закономерности, мы можем записать, частично записать генотипы родителей. Но так как не полное доминирование, то курчавые волосы будут проявляться фенотипически только в гомодикозном состоянии. Прямые волосы это приняты рецессивно, поэтому здесь генотип записывается только парикознаков, совершенно спокойно, без всяких озазовок. Что касается формы ушей, нормальные урши, то нормальные урши это доминантные признаки, поэтому родителям мы смело записываем сразу же по одной большой букве, то есть по доминантному признаку. Вот какой будет парникин, здесь уже нам доступна написать генотип, анализ фенотипов потомков. После этого мы с вами составляем схему решения задачи. Опять-таки на первом месте у нас записываются фенотипы, поднимем генотипы. По форме ушей генотипы у обоих родителей будут в гетерозикотном состоянии гены находиться, потому что родился ребенок с оттопыренными ушами, а это признак рецессивный. После этого мы заполняем решетки пельмета. Мы в данном случае целесообразно ее используем. Кто-то может написать без решетки пельмета фенотипы и генотипы потомков. Ну вот уже комментарий я по ходу оформления давала. Единственное, что мы можем вернуться к предыдущему слайду, потому что мы не обратили внимание на то, какова гражданность в дальнейшем рождении детей полностью неволосонной и патриотной ушами. Только один из четырех возможных. Прошу прощения. Один из четырех возможных вариантов будет с таким фенотипом. Поэтому ответ на вопрос. Вероятность появления в дальнейшем детей, имеющих такой фенотип, будет составлять либо 1 четвертая, либо 25 процентов. Можно и лучше, конечно, записать ответ вот таким же образом, указав каждый элемент ответа. То есть ответ на каждый вопрос. Генотипы родителей указали в гаметами желательно. Генотипы фенотипа родившихся детей и вероятность рождения в дальнейшем детей с определенным фенотипом. Пример номер три. Это решение задачи на сцепленное наследование, причем сцепление по использованию закона Томаса Моргана. Таким образом мы можем определить, что это задача именно на полное сцепление генов по закону Томаса Моргана. Итак, у кукурузы гены коричневой окраски и гладкой формы, опять-таки обратите внимание, даны нам буквы на обозначение этих признаков. А коричневая окраска и гладкая форма – это доминантные признаки. Сцепленные друг с другом находятся в одной хромосоме. Рецессивные гены, соответственно, белая окраска и морщинистая форма семян, также сцепленные. И при скрещивании двух растений получаем только растения с коричневыми гладкими семенами и растения с белыми морщинистыми. Приблизительно в одинаковом соотношении 400 растений и 398. Необходимо составить схему решения задачи, определить генотипы родительских форм потомства и обосновать результаты клещей. Итак, переводим задачу на генетический язык. Все нам буквенные обозначения были даны. Затем нам были указаны фенотипы родительских форм. Так как одна родительская форма имеет проявление фенотипическое двух пароцессивных признаков, мы генотип записываем смело. Для другой родительской формы можем записать только доминантные признаки. Нам были указаны и количественные соотношения, и фенотипы потомков. Тоже мы их в условия выносим. Теперь приступаем к составлению схемы скрещивания. Мы указываем сначала фенотипы родительских форм, дальше записываем генотипы, так как произошло расщепление. Две получились фенотипические группы, причем с теми же признаками, как и у родительских форм. Делаем вывод, что родительская форма с доминантными признаками, генотип был дигетерозикозный. Ну и объяснение, почему мы пришли к такому выводу, потому что мы проанализировали соотношение фенотипов у потомства, соотношение было приблизительно 1 к 1, то раз нам было сказано, что это гены, которые находятся в одной хромосоме сцепленной, то, соответственно, дигетерозикозный организм давал всего 2 сорта гамет, они 4, как при независимом наследовании. Вот поэтому мы и получили такие результаты с пищей. Выписываем ответ. И можем, если нет вопросов, есть у нас вопросы, можно как-то и дать. Есть вопросы, да? Так, вот. Так, Елена Александровна спрашивает у нас, как оформлять задачи с родословной. Мы немножечко поторопились, мы сейчас зайдем и до задачи с родословной. Еще вопрос. Принципиально ли в решетке пенета женские гаметы записывают по горизонтали, учебники по вертикали? Ну вот вы знаете, когда уже так привыкли, мы что на первом месте записывается женский организм, и по горизонтали записывают гаметы женского организма. Я думаю, что не принципиально, но лишь бы вы требованием были выпускникам единым. Если вы решили записывать их по горизонтали, то так, наверное, целесообразно требовать от выпускников, потому что все-таки эта задача, она требует, ну, обязательные есть требования к ее оформлению. Если не обязательно использовать решетку, я об этом сказала. Ну уж, если вы учите оформлять решение задачи с помощью решетки пенета, договоритесь с выпускниками, со своими учениками, как вы будете записывать гаметы. Есть еще? Можно объяснять за счет... Так. Значит, можно объяснять, конечно же, что происходит нарушение сцепления генов за счет происходящего в ней рекорсенгомера. Это ключевые слова для обоснования решения задачи там, где сцепление происходит не полное. Ну вот следующий пример, как раз-таки и будет иллюстрацией к тому, что сцепление не полное, то, что закон Томаса Моргана не является абсолютным, это происходит нарушение сцепления. Значит, здесь пример у нас про дрозофил, который имеет крылья прямой формы и отсутствует пятно основания крыла. Это признаки доминазной. Делаем вывод мы, прочитав условия задачи, даны буквами обозначения. Гены сцеплены друг с другом, находятся в одной хромосоме. Также сцеплены рецессивные гены. Это аркообразная форма крыла и наличие пятно основания крыла. Ну вот при скрещивании мух с разными парами признаков получили следующие результаты, что были получены, так, потокство, 104 мухи имели родительские признаки и 22 были перекомбинированы. Нужно составить схему скрещивания, определить генотип родительских форм, генотипы, фенотипы потомков и объяснить полученные результаты. Здесь не сказано конкретно, какое количество потомков было признаками мца, мать, ну там, самки самца и какое количество имели перекомбинированные признаки. Но оно общее число. Но тем не менее понятно, что большинство потомков имело признаки, которые характерны были для родительских форм. Итак, мы записали условные обозначения, условные задачи, затем мы записываем фенотипы родительских форм, и для самца, так как у него проявление лицессивных признаков, мы пишем сразу же его генотип, для самки мы пишем только те признаки, которые доминанты. Теперь посмотрите, что с признаками родителей было всего 104 мухи, то есть это были потомки с прямыми крыльями без петла и аркообразными с петлом, и 22 мухи, которые были перекомбинированные признаки, то есть это были прямые крылья с петлом и аркообразные без петла. Так, ну а вот теперь переходим к составлению схемы скрещивания. Записываем фенотипы, генотип родительских форм, и вот для самки в данном случае, так как она дигитра и зубов, на 4 фенотипических форм появилось в результате скрещивания. Соответственно, хоть и гены находятся в одной хромосоме, но сцепление не полное, поэтому мы пишем 4 типа гомет, для самца только один тип гомет. Здесь мы обошлись, вот еще раз, вернусь, сейчас на предыдущий станок. Вот здесь мы обошлись совершенно без решетки. Фенетты записали сначала генотипы, а под ним фенотип. Ну и теперь объясняем решение задачи тем, что сцепление не полное, можно так объяснить, можно объяснить, что идет к рассимболе. Так что допустима и та и другая формулировка. И вот затем запись ответа. есть задачи, которые предусматривают наследование, ну и гибридное скрещивание, но сцепленное полное исследование. И такие задачи встречаются вот в гибриде 2018 года в пособии, которые разработчики предлагают для подготовки в пособии. В данном случае идет наследование окраски шерсти у кошек. Здесь не полное сцепленное столом наследование, но это еще и не полное доминантное. Ген черный окраски шерсти доминантный, рыжая окраска будет рецессивный признак, а вот когда сочетание ген черной и рыжей окраски проявляется черепаховая окраска. То есть здесь неполное доминантное. Опять-таки нужно вспомнить немножечко генетику пола. Здесь показаны кориотип трозофилы и кориотип человека, что есть одна пара, по которой различаются самцы и самки мужчины и женщины. Это как раз-таки половые хромосомы. Что существует несколько типов определения пола. Опять-таки это информация выпускники могут почерпнуть из нашего пособия. Там, где есть теория и представлены различные формы заданий. Я в конце еще раз покажу обложку этой книги и вам сообщат, как можно будет приобрести книги в конце нашей встречи. Типы определения пола. пола. Затем есть вот такая таблица в подсобии, которая иллюстрирует, как происходит определение пола синдамная, то есть это момент оплодотворения и какие существуют варианты обозначения. Но так как речь идет о кошках, млекопытающие, то есть так называемые грузофильные или человеческие тип определения пола, когда женский пол является домогометным, а мужской гетерогометным. Ну вот при синдамном определении пола, млекопытающие, мы должны будем воспользоваться вот такой генетической символикой, чтобы записать условия задачи. Сначала мы выписываем возможные варианты фенотипов, какими генами обозначаются, а затем уже записываем условия. Кошка у нас была известна черная код, какой краски не известно было, но известно, что родились черепахи и была черная котенка. Нам необходимо определить какой масти, какой краски будет в данном случае код, и еще нам нужно определить генотипы котят. Ну, так как кошка не век хромосомы, то черная краска будет только при каком генотипе. раз появился черепаховый котенок, а это только может быть самка, кошечка черепаховая краска может быть, 2x-хромосомы и неполное доминирование. Соответственно, чтобы получить ген рыжей краски, x-хромосомы с этим геном, можно было получить только от кота. Следовательно, кот был рыжего цвета. И вот в результате появились котята и черепаховый черный, а кот был рыжим краской. Так, ну, объяснение я уже вам прокомментировала, поэтому я не буду долго расстановливаться на этом слайде. Опять-таки повторяю, что все-таки лучше писать ответы в конце, чтобы себя проконсорировать и показать наверное эксперту, что вы понимаете о чем идет речь и как нужно правильно оформлять задачу и ее решать. Есть подборка задач и в нашей тетради и в нашем пособии на определение, на следование грудь крови или в успахах. Эти задачи, вот тексты, задачи обычно очень объемные, но половина этого текста занимает как раз-таки те условные обозначения, которые необходимо внести. Как наследуются группы крови, какими аллелями контролируются первая, вторая, третья, четвертая группа крови, как наследуется резус фактов. Ну вот сама задача заключается в том, что женщина со второй группой и резус положительной крови имеет цены, у которого первая группа крови и резус отрицательной. Она подает заявление на мужчину в суд, у которого третий и резус положительный кровь для установления отсутствия. Ну, нужно составить схему решения задачи, определить генотип родителей ребенка и ответить на вопрос, сможет ли этот мужчина быть отцом данного ребенка. объяснить нужно механизм или характер нацеливания признаков двух пар признаков группы крови и резус канцов. Итак, мы можем обратиться к нашему пособию, в котором рассматривается взаимодействие аллельных генов, такое взаимодействие как кодоминирование, когда два разных доминовых аллеля одного гена проявляются вместе, то есть дают четвертую группу крови. Дается там же есть такая же таблица, в которой указаны различные фенотипы по группе крови и какой генотип могут иметь люди с данным фенотипом. Теперь мы переходим к запись к запись условной задачи. Вот это первая часть переписывала где нам дается обозначение генов для каждой группы крови для резус фактора. Затем нам известно, что у женщины была вторая резус положительная группа крови, у мужчины известна третья, группа крови резус положительная и ребенок, который имеет первую группу в высоте аналитики. Нам нужно установить отсутствие и указать механизм исследования этих признаков. Мы переходим к составлению схемы скрещенной. Нам может помочь вот такая табличка, в которой по вертикали указывается группа крови матери, по горизонтали указывается группа крови и пересечения возможной группы крови ребенка. И так у нас у матери вторая группа крови как третья. А на третьем мы получаем, что у ребенка может быть кровь любой кровь. То есть первая, вторая, третья, четвертая. Возможно, нам это какие-то образы поможет. Мы берем с вами такие варианты, когда обе пары признаков будут в гетерозикотном состоянии. И тогда у женщины и мужчины будет формироваться по 4 сорта генотипов. В данном случае, чтобы не запутаться еще с такими условными обозначениями, мы лучше заполнить решетку пенера, где мы получим 16 возможных комбинаций генотипов. И только один из этих шестерстов генотипов может быть ребенок, у которого будет фемиотипически провязаться первая группа крови и отрицательная речь. Но как нам ответить на вопрос мужа считать отцом ребенка? Да, его могут признать отцом ребенка, только в том случае, если и женщина, и мужчина ди-гетерозигонки, то есть гетерозигонки по апель-пан-пан-пан-пан. Как же наследуются эти признаки, по какому принципу, какого характера наследования? Ну, наследование групп крови по системе АБ-0 идет по принципу кодоминирования, мы это с вами вспомнили, а резус-фактор наследуется по принципу полного доминирования, то есть либо положительный, либо отрицательный, может быть. Итак, мы оформляем в данном случае вот так ответ на эту задачу. вот так, вот теперь в книге, которая 30 вариантов ЕГЭ, встретилась задача, которой раньше такого типа задач не было. Это дегибридное скрещивание и одна пара признаков наследуются как множественные аллели. возможно, что у некоторых это может вызвать панику, не панику, массу вопросов, но на самом деле опять-таки половина текстов условия задачи объясняет, как идет наследование украдки шерсти у кролика. В нашем пособии в Пургеночке тоже есть этот материал, его можно рассмотреть, ну и даже в нашей книжечке указаны не только три варианта окраски шерсти у кроликов черная гималайская белая, а у нас четыре варианта. Есть вопросы, да? Нет? Ну вот задачка, которую я взяла из этого пособия ГИБ-2018 имеет следующий текст. Скрестили самку гималайской окраски длинной шерсти самца черного цвета шерсти нормальной длины. Из потомства получили кролика в трех окрасах. Длина шерсти была у всех нормальной. Нужно составить схему решения задач, определить генотипы фенотипа родителей потомства, не определить каким будет потомство, а скрещивание самца гималайской окраски из потомства с его маселем, указать расщепление по фенотипу. Я хочу ваше внимание обратить к нашему подходу и напомнить, что множественное алили, а именно такой классический пример исследования окраски шерсти. Ген черной окраски всегда длина. Существует еще такая шершиловая окраска, это сплошная серая окраска. Есть ген, который отвечает за длитель гималайской окраски. Обратите внимание, тело кролика пиво, толка, уши, мордочка, хвост и сладкие черные окрашивания. И есть альбинонцы или белые кролики. Ген, отвечающий за развитие белой окраски, он всегда рецессивный. Что из себя представляет множественная алили. То есть есть гены, которые ведут себя по отношению к одним как доминостные, а по отношению к другим как рецессивные. Вот ген черной окраски всегда доминостим по отношению гены шиншиловой, белой окраски. Поэтому для черных кроликов мы можем расписать 4 варианта генотипа. Ген шиншиловой окраски, посмотрите пожалуйста, он рецессивен по отношению к гену-черной окраски, но доминостим по отношению ямолайской и белой. Ген ямолайской окраски рецессивен по отношению к черной и шершиловой, но доминантен по отношению белого. И белый цвет шерсти всегда приписан по отношению ко всем основным. Вот, собственно, что даже запоминать мне надо в задаче об этом указанном. Мы можем это выписать. Я даже вот здесь вам привожу условия не из нашего поступления, а именно из конкретной задачи, где нам дана гималайская краска. А вот тут я увидела, коллеги, извините, опечатку. Вот. Не исправим, да? Просто, наверное, при наборе буква А вот в данном случае при гималайской стала большой. Должна быть малая буква А с минусом H. Здесь приводится черная гималайская белая краска и длина шерсти. Нормальная и длинная. Итак, самка была с гималайской краской и длинной шерстью, а там это был черный, тоже с шерстью, а с шерстью нормальной длиной. Появились кролики всех трех окрасок черной и гималайской белой, а шерсть была нормальной длиной. И нужно узнать, если мы в качестве родительских форм возьмем кролика из Ф1 с гималайской окраской, с крестин с его матерью, которая с гималайской окраской длинная шерсть, то какое потомство мы получим? Возьмем. Итак, переходим к составлению схемы сфещивания. Первая схема сфещивания. Гималайская окраска длинная шерсть и черный кролик с шерстью нормальной длиной. Так как все кролики в потомстве появились нормальной длиной шерсти, поэтому самец по данным парам признаков был гомозебучим. У самки, ну понятно, раздлинная шерсть это рецессивный признак, поэтому мы и объясняем запись генотипа по этой парам признаков. Теперь, что касается по окраске. Раз появились и черный, и белый, и гималайский, то мы делаем вывод, что самка кла гетерси-гохла, так как ген гималайской окраски по отношению к белой ведет себя как доминоция. Вот. И точно так же ген черной окраски ведет себя по отношению к гималайской и белой как доминоция. Вот мы написали именно такой длинный. Почему мы написали здесь генотип именно ген с амалой с индексом h? То есть, в принципе, кролик с таким генотипом мог иметь тоже черную окраску. Но если бы мы писали именно такой генотип, то у нас в потомстве бы никогда не получилось кролико белого цвета. Вот этим я могу объяснить запись генотипа для самца. Вторая схема крещивания, она предусматривает здесь использование в качестве родительских форм самку из первого поколения гималайской длинной шерстью генотипной и самца гималайского с нормальной шерстью. Мы его тоже взяли из первого поколения. Расписаны заметы. А теперь я вам даю буквально две минуты, чтобы вы могли написать, какие появятся потомки, а потом вы сможете проверить, правильно ли вы написали генотипы и фенотипы потомков. Я немножечко отдохну. Две минутки. Можно посмотреть, еще есть какие-то вопросы? Ну тут какой-то по-моему пришло письмо. Вау, где? Алис. Сейчас на них? Алис. 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 Пишут что-нибудь. Надо, чтобы написали. Ну хотя бы, хотя бы, давайте так, коллеги, договоримся, вы не будете в чате так записать генотипы и фенотипы, возможно, это проблематично, но вы каким-то образом там пусики поставите, что у вас готов ответ, что вы знаете, как-то я тогда смогу следующий слайд вам показать, чтобы вы проверили правильно с написанием. Особенно это касается, если с нами сейчас выпускники, которые готовятся сдавать экзамены в этом году или в будущем году. Вот есть у нас уже ответы, что все получается, что ну давайте тогда, я наверное думала, что уже можем открывать. Тот, кто захотел, тот уже написал. Ну тогда давайте вы проверите себя. У нас должно получиться восемь вариантов, потому что у одного организма, ну самца во всяком случае четыре сорта гомет, у самки только два. И вот что получается. Получаем у кроликов потомстве с гималайской шерстью и белой. Это по окраске. А вот по длине тоже шерсти нормальная длина. Но здесь у нас получается четыре фенотипических класса. Есть кролики с гималайской окраской нормальной длины, шерсти нормальной длины, гималайской длинной шерстью, белой длинной шерстью и белой у которых шесть шерсти нормальной длины. Итак, по трите, там же нужно было указать соотношение, мы должны записать соотношение фенотипа. Три восьмой с гемалатки с нормальной шерстью, три восьмой с гемалатки с длинной, и по одной восьмой приходится на белых с нормальной и белых с длинной шерстью. Если у вас все так же получилось, то тоже дайте, пожалуйста, нам знать. Продолжение следует... И еще и в нашем пособии, в разделе, где и задачи приводятся в качестве примера для решения задачи на наследование просто окраски шерсти, не длины, а окраски шиншиловой, гемалаткой и так далее, то я думаю, что на экзамене такая задача не будет у вас вызывать никаких вопросов и недоумений и удивлений. Вот у нас Елена Александровна спрашивает еще, в некоторых источниках степленный ген записывают на черточках, обязательно ли это? Ну это вообще как бы для удобства, кому как удобно, можно записывать. Но я единственное могу сказать, что являясь экспертом по проверке работы ЕГЭ, критерии, которые приходят экспертом для проверки правильности решения задачи линии 28, никогда не используется такое позначение. Но встречаются выпускники, которые оформляют задачу не в буквенном, а в хромосомном варианте. Опять-таки в нашем пособии рассматривается оформление задачи и в таком виде, в буквенном, как мы сейчас представляем, и в хромосомном. Задачи проверяют эксперты, то есть специалисты, биологи, которые понимают, что существует две формы записи. Поэтому никак такая форма записи не отражается на оценивании работы выпускника. То есть смотрят и оценивают хоть такой, хоть такой вариант. Это непринципиально. Так, ну вот теперь, Елена Александровна, мы удовлетворим Вашу просьбу по поводу составления анализа родословных. Но вообще, чтобы анализировать родословные, решать задачу с родословной, тут нужно, конечно же, я считаю, что когда выпускник научился, ученик научился решать любую задачу текстовую, в буквенном, хромосомном выражении, вот тогда есть смысл переходить к составлению анализа родословных. И опять-таки, не сразу с анализа родословных я начинаю в своей практике, а мы учимся сначала составлять родословные, а затем уже учимся элементам анализа. Поэтому вот сейчас я попробую такой маленький мастер-класс провести, как можно научить даже тех десятиклассников, которые изучают биологию на базовом уровне. Я всегда провожу такие уроки, дети с удовольствием откликаются, у них получается. И, в общем-то, учитель получает удовлетворение своей работы и Ваши выпускники. Как мы начинаем работу с родословными? Ну, сначала мы, конечно, знакомимся с понятием генеалогическое древо и говорим о том, что генеалогия тоже имеет свой язык, который нужно выучить и которым нужно владеть, для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Потому что, собственно, строение родословной – это кодирование информации с помощью условных обозначений. В нашем пособии можно вот найти такую страничку, где описан, параграф есть, где описан генеалогический метод на анализ родословных. И есть вот такая табличка с условными обозначениями. Запоминать их не надо, просто чаще всего знакомиться с ней. Собственно говоря, нужно запомнить, что кружочком обозначения женщины, квадратиком мужчины, что есть такое понятие, как пробанка, это тот человек, в отношении которого строится, родословно указывается стрелочкой. И что, как правило, тот признак, который анализируется в какой-то семье, в какой-то роде, принято просто кружочки и квадратики обладателей этого признака. Ну, закрашиваем, так скажем. А также нужно показать, что поколение родителей, поколение детей должны строиться, вырисовываться очень аккуратно, просто на одном уровне. Ну, вот, собственно говоря, для этого нам нужны вот эти вот обозначения. Дальше я даю такое задание. Все прекрасно узнают сказку Золушка, начало этой сказки. Я предлагаю учащимся с помощью условных значков перевести начало сказки, изобразить его на языке генеалоги. Ну, а именно, что отец Золушки женится во второй раз на женщине, которая имела двух вечерей. Вот одно предложение нужно перевести из одной знаковой системы в другую. А учащийся пробует это сделать самостоятельно. Конечно, вы можете вернуть вот эту страничку с условными значениями. А затем просто-напросто мы проверяем, насколько правильно все было сделано. И вот здесь как раз таки показывается, что поколение детей рисуется на одном уровне, строго на одном уровне. И поколение родителей. Ну, помогает, конечно, тетрадь в клеточку. Итак, Золушка это пробанк, мы его обозначили вот так. Золушка обозначили стрелочкой. А отец Золушки женился во второй раз. Ну, по сказке известно, что мать Золушка умерла, поэтому кружочек, в общем-то, мы перечеркнули. Отец Золушки женился на женщине, во второй раз на женщине, которую имела двух вечерей. Ну, вот про мужа этой женщины ничего не сказано в сказке. Мы можем предположить, что у нее такой был злобливый характер, что, наверное, ее может уже скончать. Вот она имела двух дочерей. Дочери это не бренинцы, поэтому они нарисованы именно так. Неизвестно нам, какая из них была старше, а младше. Но в родосомных принятых старших детей изображать левее, правее изображаются младше. Ну, вот Золушка и две дочери этой мальчики, они словно несустры. Дальше мы переходим к тому, что я предлагаю составить родословные, где есть только имена, и никакие признаки не анализируются. У Алены есть старший брат Павел, у которого есть дочка Саша. У мамы Алены Павла есть старший брат Слава, у него две дочери Наташа и Елена. У Павла есть сестра Тамара. У Тамары есть два сына Сергей, у него сын Андрей и Павел, а у него дочка Ира. Родители Алены и мамы зовут бабушка Александра, дедушка Николай Алена, папа, бабушка Мария, дедушка Небе. Ну, как правило, вот этот текст засвечивается на экране, и ребята приступают к тому, чтобы построить эту родословную. Но времени у нас, конечно, нет, чтобы вы это все строили, возможно, вы потом попробуете сами это сделать. Единственное, что я всегда говорю, что для выполнения этого задания понадобится плавинка странички в тетради, и что нужно начинать с правого нужного угла. В результате вы даете время, ну, обычно это где-то 5-6 минут уходит на выполнение этого задания, ну, всякие вот это называют, вот, ну, тем не менее, все с удовольствием это делают. А затем мы все проверяем, что получилось. В данном случае парабандом является Алена, от нее в отношении ее строилось родословно. Итак, у Алены есть Саша, брат Павел. В кружочках и квадратиках стоят буквы, это первая буква имена тех, кто был упомянут в нашем генеологическом диктанте. У Павла есть дочка Саша, мы ему обязательно садрессовываем жену, мы просто не знаем ее имени. Обратите внимание, Алена и Павел на одном уровне, потому что это дети одного поколения, а вот уже Саша изображены ниже. Дальше у Алены есть маму, не знаю как его, и старший брат Слава, у которого две дочери, Наталья и Елена, у меня жених и Елена, и сестра-то пара. Но в данном случае мы договариваемся с ребятами, что раз старше брат Слава, то Тамара еще тоже будет старше. Хотя это не сказано, но вот так вы можете договориться. У Тамары два сына, Павел и Сергей, у Сергея сын Андрей, а у Павла дочка Ирина. Теперь переходим на следующий этап. Родители Алены и мамы зовут папушка Александра и дедушка Николай, а Алены и папа, бабушка Мария и дедушка Егор. Вот родословно построено, мы все проверили. Теперь мы можем спросить, сколько поколений изображены в родословной. Раз, два, три, четыре поколения. Вот это один из элементов, а именно построения родословной. Дальше после этого мы можем закрепить, и обычно закрепление происходит вот с использованием таких занимательных заданий. Возможно, что это вот первый урок, который вы посвятите по теме генетики человека родословной. Я даю вот такие занимательные задачки, которые, ответом на которые, будет являться маленький фрагмент в родословной. Значит, Ирина и Игорь, они хотят пригласить к себе гостей. Ирина приглашает своих родителей из Слёгуса Святой, и Игорь своих родителей, и тёщу с тесте. Сколько гостей будет у Ирины и Игоря? Вы, может быть, мне напишите количество, а потом ответ будет в виде фрагмента родословной. Итак, сколько гостей будет у Ирины и Игоря? Четверо, четверо, шесть человек, четверо. Так, всё, поняла, ответы есть. На самом деле, гостей будет действительно четверо. За столом будет шесть человек сидеть. Но Ирина и Игорь, они гости, они хозяева, поэтому их за гостей мы считать не будем. Спасибо, коллеги. Следующая занимательная задачка выглядит таким образом. Дарья и Дмитрий, жена и муж, собираются идти в поход. Дарья хочет пригласить с собой своего брата и Деверя, а Дмитрий своего брата и Шурева. Сколько человек пойдёт в поход? Тут могут возникнуть, а кто такие Деверь и кто такой Шурин? Ну, опять-таки, вот забытое, видимо, понятие, родственные отношения. Так, мне говорят, что в поход пойдут четыре человека. Ну, давайте посмотрим. Действительно, в поход пойдут четыре человека. Вот у нас Дарья, вот у нас Дмитрия, они молодожены. У Дарьи есть брат, который будет являться для Дмитрия Шуриной. А у Дмитрия есть тоже брат, который для Дарьи будет являться Деверьем. Действительно, в поход пойдут четыре человека. Ну, и ещё одна занимательная задачка. В лес за грибами пошли две сладки, два сладка, пять универска, сын его, чтющее, тесть, три крови, луку, три мужа, три жены. Сколько человек пошли в лес? Жду, сколько человек пошли в лес. Шесть человек, всё, молодцы, увидели. А ответ на эту задачку действительно вот такой, в виде родословия. Ну, на этом один урок заканчивается. Все остаются довольны, с хорошим настроением. Через неделю мы можем встретиться и продолжаем. Теперь мы начинаем включать уже элементы анализа. И урок начинается с того, что я даю понятие, что такое кровно-рогственные браки, и как они могут обозначаться в родословной. Какие значки для этого используются. Ну, в чём опасность, скажем, нежелательность кровно-рогственных браков. А затем даётся такое задание, когда нужно проанализировать три предложенные родословные. И вот здесь явно запущены ошибки, их необходимо найти. Я не вижу чата, чтобы общение, общение с народом. Нет, нет, это предыдущее задание. Итак, нужно исправить ошибки. Ну, вот сейчас красными стрелками я покажу, где допущены ошибки. Три стрелки показывают именно на линии, и что кровно-рогственные браки обозначаются двойными. Это один из них. И есть ещё у нас вот варианты раб. Вот этот вот вариант тоже ошибки. Ну, то есть брак между двумя мужчинами не может быть между двумя женщинами, не может быть, но современные условия и современность там показывает, что и такое возможно. Но тогда не может быть рождение полноценного рождения детей. Эти дети могут быть только приёмными. Поэтому либо нужно исправлять ошибку и здесь вместо квадратика расставать кружочек, а здесь наоборот, либо тогда исправлять ошибку и показывать, что вот эти девочки и вот этот мальчик приёмные, то есть показывают конкретно. Но в этом случае, понимаете, вот уже рассуждение, анализ такой идёт, это мы в ходе беседы всё выяснили. Если это приёмный ребёнок, то тогда этот брак не будет кроме родственников. Лиск. Вот уже такие элементы анализа. Ну, а затем приходим к следующему. На задание посвящено тому, что необходимо составить рогаформу, а затем её проанализировать. И самое главное, нужно указать, объяснить ход наших действий при решении задач. Задачка очень простая. Женщина левша, родители, которые правши, выходят замуж за мужчину правшого, от которого была левшой, а отец правшой у них, а девочка, дочка левша, надо составить родословную, указать генотипы всех родственников и объяснить ход действий при решении задач. Вот уже построение родословной с именитами анализа. Ну, мы знаем, что праворукость комменозный признак, певорукость рецессивный. Теперь мы сначала должны построить родословную, обозначить фенотипы всех родственников, которые указаны в задаче, обозначить пробанду, с которой мы начинали строить родословную. Итак, у нас женщина левша, выходит замуж за мужчину, родители, которые были правшами, выходит замуж за мужчину, который правша, мать у него левша, отец правша, у них есть дочка левша. Мы подписали все фенотипы. Теперь мы сможем написать генотипы тех, членов семьи, у которых проявляется рецессивный признак, то есть леворукость. Без всяких сомнений, это рецессивный признак, мы записываем генотипы и закрашиваем сразу же их на схеме, ну так вот у них проявляется этот признак, это будет рецессивный признак, генотипическим правилом. Теперь мы движемся дальше. Нам теперь нужно указать генотипы тех, у которых проявился обменовый признак. Для правшей не всегда возможно записать один доминотный ген, а дальше будем рассуждать. Если потомстве проявляется левша у праворуки, то соответственно они имеют генотипы гетерзибы. Если же в случае мужчины, он правша, а мать у него левша, то есть он получил один ген, децессивный явно от матери, то второй ген он получил и так далее. Отец здесь может быть как гомозиготным, гомозиготным генотипом, и гетерзиботным, если он передает этот доминотный генотип. Вот так выглядит у нас уже теперь наше составленное условие с подписанными фенотипами и генотипами. И объяснение того, что отец мужчины может иметь как гомозиготный, так и гетерзиботный генотип. Вот мы все это указали. Итак, левша вышла замуж за прочую, дочка у них левша. Родители женщины были гетерзиботными, мать у мужчин гомозиготного генотипа присутствовала, у него может быть проявление в ухвале. Только после этого мы можем предлагать какую-то родословную, для того, чтобы ее можно было проанализировать. По сути дела, для тех, кто не сдает экстремент в форме ЕГЭ, можно остановиться на этом. Есть у нас по программе лабораторная работа составления родословной. Вот эта задачка с характеристикой, с описанием всех действий и выступает в роли задания для лабораторной работы. Для тех, кто собирает издавать их данные, мы идем дальше и теперь уже берем родословные и пытаемся их анализировать. Но вот здесь при анализе обязательно нужно обосновывать, почему этот признак заменуансный или лицесильный, почему сцепленный или не сцепленный корон. Вот одна из задач, где необходимо установить характерное исследование и затем составить схему решения кодачи. Вот так выглядит задача задания линии 28, которая приводится в работе ЕГЭ. Дается родословное и условное обозначение. То есть и тут выпускников ничего особо запомнимать не надо. Сначала мы даем обоснования какой-то признак. Признак в данном случае рецессивный и он сцепленный пол, потому что он передается от матери к спине, дочери оказались всегда левыми. Вот еще раз вернемся. От матери к спине, а дочери оказались левыми, потому что отец второй. Это типичное три струсовое исследование. Так. Девочки в первом поколении являются носителем, да, а мальчик, у которого признак проявляется. Ну, в данном случае мы можем написать, что это какое-то заболевание, возможно, он поднимет филе, может быть, бальтонизм и так далее. То есть мы обязательно обоснованы. Почему мы пришли к выводу, что признак рецессивный и что он сцеплен в поле. Дальше идет запись условий задачи. Опять-таки мы можем использовать любую генетическую символику, которая не противоречит генетике. Вот так может выглядеть схема решения задачи. F1, пожалуйста, F2 показываем и генотипы и фенотипы. Ну и можно это все обобщить. Но комментарий, почему признак рецессивного испекления должен быть обязательным и он был изначально. Почему мы пришли к такому выводу. В нашем пособии, как и в тетрадке, есть подборка заданий на анализ родословия. Еще один из вариантов задачи это задачи, которые имеют рисунок. Нужно проанализировать рисунок и определить, какие признаки генетики, определить генетики, фенотипы, родители, гибридов, составить схему решения и определить характерные выводы. этих признаки. Ну вот есть такой пример формы корнецога с морковью. Вот у нас уже время поджимает, да, я потороплюсь, да, значит, вот задача, которая не в виде букв, не в виде текста, а именно в виде рисунка. Здесь нужно внимательно посмотреть и понять, что анализируются две пары признаков, это как окраска корнеплодов, так и форма, обратите внимание, поостреная и закрепленная корня. И мы анализируя окраску, понимаем, что гоменантными признаками являются желтая окраска корнеплодов и закрепленная форма. Ну, вот, посмотрите, при этом склещивание управляются только и опять-таки закрепленная форма, и тут все 100% более такой формы. Ну, а дальше идет оформление схемы склещивания, и сначала мы снимаем какие-то условные обозначения, и затем расписываем к тому схему. Это все получаем из-за нового рисунка. Вот получается при первом склещивании, что у нас будет 100% желтая запрепленная. Второе склещивание, когда склещивает красную морковь запрепленную с одним водом, желтый запрепленную. И вот получали вот такие варианты. объяснение первого склещивания там проявляется комбинирование в виде наобранных гибридов первого поколения по краске и по форме. И во втором склещивании возвращаясь, мы увидели перекомбинацию запрепленную гибридуру. Использовались к этому управляться две фенотипические группы. Ну есть еще один вариант, это когда комбинированная задача, то есть идет наклик на одну пару признаков, как я говорила, через аутосомы, а вторая пара признаков через бетинансомы. Я не буду останавливаться на этой выначе, я сейчас ее просто пролистну. Вы скачаете презентацию после нашего вебинара, можете ей пользоваться, использовать ее в своей практике, объяснять правила оформления, задач, также использовать их для организации работой на руке. Я сейчас хочу остановиться еще на том, что в ГИБЕ в прошлом году произошли существенные изменения в структуре, в форме заданий, исчезли полностью задания с выбором одного ответа, но в первой части появились задания, которые являются очень простыми, простейшими задачками, которые не требуют никаких комментариев объяснения, просто запись ответа, либо в виде последовательности букв, цифр, и так далее. Вот нужно очень внимательно читать эти задания, и рекомендации все-таки для выпускников таковы, что не сразу писать ответ в бланк, а все-таки попытаться, если это необходимо, иногда написать простейшую схему скрещивания, чтобы убедиться в том, что действительно правильно написано ответ, потому что такие задания требуют не только написание, как здесь, например, генотипа, да, опять-таки задачка хоть и под номером 6, но имеет нужно проявить смысл, говорится только при списке кошка с белой окраски оранжевой медиастрали, это демократные признаки, а у нас просят написать, какой генотип будет кошки с шоколадной краской медиастрали, но надо предположить, что это будут наверняка рецептимные признаки, поэтому ответ может выглядеть вот в таком виде, например, это для тренировки, а вот еще примеры, когда нужно определить соотношение генотипов и скрещивание вот такого типа, и нужно записывать ответ в виде последовательности цифр, но все-таки целесообразно поставить эту схему, посчитать, посмотреть, какие получаются генотипы где-то на черновке, самое главное здесь последовательность цифр записывается без всяких пробилов, без каких-либо знаков предпринаний, а вот именно таким образом. Еще вас могут попросить записывать последовательность цифр с учетом определенных условий, там, например, по убыванию, по возрастанию и так далее. Может быть вот такой вариант при соотношении фенотипов гибридов второго поколения прямого гибридного склещивания, полное доминирование и в ответе запишите последовательность цифр, которая показывает соотношение получившихся фенотипов в порядке убывания. Что-то много наговорило, я жду от вас все-таки ответов. Разбуды ответили мне этот вопрос и записали ответ в бланке в виде цифр. без всяких знаков притринания и пробелов. Вот. Увидела 933131 я увидела. Но в самом деле это моногибридное стрещивание, это второй бакон, полное доминирование моногибридное стрещивание. Значит, это второй закон Миндаля и соотношение фенотипов будет 3 к 1. Не очень обычная запись, да, 31. Ну, вот, задание линии 6 требует именно такого оформления. Поэтому нужно обратить внимание выпускников на оформление ответов на эти задания. Дело в том, что проверяются компьютеры, поэтому все лишние знаки, которые не учитываются не допускаются. Компьютер может считать как неправильный ответ. Ну, или, например, вот такая задачка может быть. Он подобретет вероятность в процентах появления рецессивной диагонозиготы в потомстве от анализирующего скрещивания диагетерозиготных растений с полным доминированием и независимым наследованием. Возвите ответ записать на виде числа. Вот этот процент он напишется в бланк, просто в бланк записывается только число. Вот 25 миллионов кто-то написал. Молодцы, спасибо. Действительно ответ будет выглядеть именно вот так. То есть при выполнении задания алименем 6, это считается, что это простейшие задачи, которые не требуют никаких комментариев. Как видите, они все-таки требуют умения оперировать терминологией по разделу генетика. То есть четко понимать много гибридное, ди-гибридное сквещение, ди-гетерозик, это полное и не полное облимирование. То есть владение терминологией должно быть на высоком уровне, для того, чтобы правильно отвечать на эти задачи. Ну и вот сейчас вы видите на слайде первое пособие это книга, где есть теория методические рекомендации, где представлены задания в формате ЕГЭ, по разделу генетика. То есть это разные формы заданий. И это заполнение схемы, там, где не хватает информации. Это выбор двух ответов из пяти предложенных. Это выбор двух выпадающих ответов из пяти предложенных. Это три из шести на соответствие, на установлении последовательности. Это задание практикоориентированной. И это, конечно же, подборка задач с полными ответами и комментариями. то, что требует выпускника сейчас экзамен. И тренировочная тетрадь, в которой есть все те правила, о которых мы говорили в начале. Есть рекомендации, заработают максимально вам. И подборка задач. Там в эти тетради есть место, где можно оформлять решение задачи. В конце тетради приведены права на ответы, но без подробных комментариев, просто очень краткие. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за внимание. Литература, которой можно воспользоваться. Я всех благодарю за внимание. Если есть какие-то еще вопросы, я готова на них ответить. Итак, Елена Александровна, у нас сегодня активный пользователь. Ей надо два сертификата отправить. Бывают родословные довольно большие. Некоторые представители родословной обозначены номером. Следует определить генотипы всех или только указанных. Но здесь, конечно же, нужно смотреть сам текст задания. И, как правило, в больших родословных, которых члены семьи пронумерованы, там указываются, какие генотипы нужно указать. Иногда для того, чтобы правильно ответить и составить схему решения задачи, приходится указывать больше, чем того требует задание. Потому что это необходимо для того, чтобы что-то обосновать, прокомментировать, ответить на все вопросы. Коллеги, есть ли еще вопросы по мне? Вопросов больше нет, да, я так понимаю. Но я тогда напоминаю, что поступил запрос рассмотреть решение задачи на комплементарности и писать. И, несмотря на то, какая будет у нас тема следующего вебинара, там мы, по-моему, планировали пищеварительную систему, физиология пищеварения, да, трудные вопросы, как раз физиология пищеварения. Мы начнем вебинар с того, что разберем решение этих двух задач очень коротко, поэтому я всех приглашаю на следующий вебинар, имейте в виду, что вначале мы все-таки этот запрос удовлетворили. Всем спасибо за внимание, удачи, до следующей встречи. Хочется еще разобрать на вебинарах об Агенет и спирменном вебинаре. Так, раз, два, три, уважаемые участники, ваши отзывы и за ваше внимание. Мы с вами на своем вебинарном тоже спасибо за честное и очень приятно ваше внимание, что вы до сих пор с нами. Так, скажите, у вас есть какие-либо вопросы? Спасибо.